Выглядят, конечно, очень аппетитно, даже слюньки потекли, давайте пробовать. Не знаю, что это такое, но очень интересно. Надеюсь, это не яйцо. Вот такие вот личинки. Офигеть! Это так остро! Привет, друзья! Это еще один день в Таиланде, и я надеюсь, вы готовы к новому приключению. Я смелюсь сказать, что все мои приключения в Таиланде имеют высокий уровень эпичности. Друзья мои, ну, возможно, это видео станет одним из самых эпичных. Видите ли, Таиланд в мире имеет репутацию самой странной уличной еды. И поэтому параметры не уступают другим азиатским странам, например, таким, как Китай. В мире говорят, что тайцы едят тухлые яйца. Сегодня мой план состоит в том, что я проверю, является ли это правдой или это все-таки миф. В этот момент я нахожусь в Паттайе, в северной его части, в районе Наклуа. И сегодня здесь проходит фестиваль тайской уличной еды. Самые странные блюда в Таиланде, о которых говорят во всем мире, можно найти как раз на таких фестивалях, рынках. Я не буду сегодня говорить о Паттайе, о таком известном супе, как том-ям. Мы попробуем сегодня более изысканные блюда. Это, безусловно, будет очень круто и интересно, поэтому присоединяйтесь ко мне. Друзья, уже сейчас, зайдя только на рынок, я нашел очень интересное блюдо, которое я никогда не пробовал. Вот это, например, черепашьи лапки. И предлагаю прямо сейчас их попробовать. Одна такая шпажка стоит 20 бат. Они залиты в каком-то красном соусе. Выглядят, конечно, очень аппетитно. Даже слюньки потекли. Давайте пробовать вот такие вот лапки черепахи. Ммм. Это что-то сладкое, похоже на кальмара, что ли. Я первый раз в жизни пробую черепашьи лапки. Ну, пойдемте поищем еще какие-то интересные варианты блюд. А вот, ребят, подъехали куриные лапки, посмотрите, с бульончиком. Смотрите, какие-то лепешечки жарятся. Это что-то типа попкорна. Смотрите, он при нагревании просто увеличился раза в три. Друзья, что-то мне уже после черепашек лапок не очень хорошо. Но здесь вот я вижу, есть осьминожки. Такие на шпажке. Хочу взять, пожарить одного осьминожка и попробовать на вкус. Вот сейчас пожарятся мои осьминожки. Готовы мои осьминожки. Предлагаю это, не отходя от кассы, так сказать, попробовать. Попросил еще немного добавить соуса, потому что, мне кажется, с соусом это будет вкусно. С острым. Вот такой вот осьминожек. Какой он мягкий. Соус острый как раз дополняет пресный вкус осьминога. Мне кажется, его даже немножко не дожарили. Не знаю, специально ли это или так должны подавать его. Ребят, я еще обратил внимание на такое блюдо. Какое-то, я не знаю, я сомневаюсь, что это яйцо за 10 бат в панировочке. Извините, а вот, вот из это? Не знаю, что это такое, но я, наверное, возьму. Ребят, ну что, пробуем? Не знаю, что это такое, но очень интересно. Надеюсь, это не яйцо. Это просто булка. А, не, не просто. Булка с сосиской. Смотрите. Слава богу, я так переживал, что это тухлое яйцо. Кстати, очень вкусное, рекомендую. Тайцы, кстати, очень любят готовить в панировке. Очень много блюд как раз в панировке готовятся. Сосиски какие-то бывают, что даже морепродукты тоже в панировке. Ребят, подошел я спросить, что это такое за зелененькое. Сколько это стоит? Мне сказали, на, попробуй бесплатно. Мне кажется, лишнее зелье мне уже сегодня не повредит. А, соус, ну, так попробуем на чистую, на живую. О, это просто, это просто, типа, какая-то, ну, вот эта морская трава, я не знаю. Судя по количеству людей, достаточно популярное место, достаточно популярный фестиваль, я бы так сказал. Потому что это все-таки фестиваль еды, не рынок. Ребят, я еще очень часто хожу и вижу вот такие завернутые в пальмовый лист какие-то, я не знаю, что это за блюдо. Хочу взять один попробовать, 30 бат стоит. Давайте посмотрим, что это такое и разберем эту шкатулку с какой-то едой. Давайте я вскрою эту шкатулку, вы посмотрите, как это выглядит. Целый пальмовый лист. И внутри, ну, судя по тому, что там готовили, я так понимаю, это что-то связано с рыбой. Надеюсь, это будет вкусно. Вау. А это вообще, насколько можно есть. Посмотрите, здесь внутри тесто. Ой, не тесто, а фарш. Офигеть. Это так остро. Ребят, ну это слишком остро. Я не могу, я чуть-чуть откусил. Это острое какое-то блюдо. Чисто в тайском стиле. Ну, да. Однозначно это какая-то рыба. Какой-то фарш из рыбы. Ну, я не смогу, ребята, его съесть. Я хоть и острое люблю. Блин. У меня аж слезы сейчас, наверное, пойдут. Но это слишком остро. Перец все-таки, мне кажется, дает такой, знаете, обеззараживатель, что ли. Да, то есть для... Ну, для того, чтобы не отравиться. Вот все же мы боимся отравиться тайской уличной едой. Чтобы потом не свернуло живот. Так вот, побольше употребляйте пищу острую. Чтобы вот как раз не было таких отравлений всяких. Мне кажется, поэтому здесь настолько острое блюдо. Потому что это все-таки еще и рыба ко всему. А вы знаете, рыба это самый такой опасный продукт. Который точно может привести к тому, что цисляж с животом. Ну, или, там, не знаю, как минимум, извиняюсь за выражение, обострешься. А, кап-н-кап. Еще, кстати, одно из популярных блюд в Таиланде. Вот эти вот креветки. Полностью. Они маленькие, но они, вот видите, как сжарены в один такой большой кусок. Вот, допустим, 20 бат стоит такая штука. Но там, я так понимаю, и с хвостом, и совсем, ну, видите, тайцы берут. Наухау, так скажем, тайское. Я первый раз вижу шприцы с какие-то шарики. Что там залито, интересно. Давайте попробуем. Брать, так, уже, наверное, шприц. Взял я, ребят, уколчик себе за 20 бат. Давайте попробуем, что же здесь. Очень интересно. Или это желе какое-то, что ли? Обычная желешка. Сладкая. Спросил, сколько стоит, и она не поняла. Говорит, попробуй так, типа. А, свитка-маринь. А, свитка-маринь. А, свитка-маринь. А, свитка-маринь. Что-то похожее на финик. Слушайте, а я смотрю, думаю, это орех какой-то, представляете? А это, типа, финика что-то такое. Спасибо. Очень сладкое. Очень сладкое. Здесь еще, смотрите, есть палаточка со свининой. Здесь какие-то брикеты выставлены на продажу. И есть вот такой стендик, чтобы попробовать. Мне говорят, попробуй что-то. И здесь даже еще несколько соусов есть. Ну, вот, допустим, этот острый я уже точно знаю. А тот, видимо, соевый. Вот этот черненький. Ну, давайте попробуем свининку. Надеюсь, она вкусная. И она снова в пляре. И из свинины там только один жир. Мне кажется, мясо там даже не грамма. Прошел я практически уже весь фестиваль уличной еды. Но не нашел я здесь тухлых яиц. Я думал, что все-таки здесь они есть. И я их сегодня попробую. Нету, нету здесь тухлых яиц. А сейчас, ребят, пойдем пробовать самое интересное. Здесь на рынке, ради чего я приехал сюда. Ну, и напоследок я решил взять все, что здесь есть. И попробовать миксом, так сказать. Потому что я давно все это хотел показать вам. Протестировать, насколько это съедобно. На что это похоже. Сейчас все узнаем. Хочу начать с самого простого и самого съедобного. Здесь то, что есть. Это, конечно же, с элементарной креветки. Поджаренная креветка. Стандарт, нормально. Ребят, больше всего меня пугают всякие вот такие личинки. Я сейчас вам покажу. И мне кажется, что это... Я сейчас прям разорву еще ее. Потому что мне кажется, что она как будто бы недожаренная. И там внутри прямо еще все шевелится. Вот такие вот личинки. Чего это личинки, я не знаю. Но давайте во всяком случае попробую. Как будто бы какой-то протеиновый порошок или что-то, знаете, там внутри. Не знаю, непонятно по вкусу. Не знаю, как будто бы мука какая-то внутри. Знаете, да. Вот эти вот такие длинные червячки. Смотрите. Вот такие вот. Слава богу, это все условно жареное. Это, кстати, ничего. Как чипсики. Лягушки. Смотрите. Пробовали когда-нибудь лягушек? Я вот первый раз буду пробовать жареную лягушку. И в первую очередь отпушу ей вот ее рот. Ой, он такой хрустящий. Давайте лапку отломим. Попробуем. Лапа, кстати, ничего. Голова не очень сухая. А лапка ничего. Вот это вот. Вы посмотрите. От одного только вида просто меня уже ворочат. Вот это, я не знаю, это задница или наоборот голова. Не понимаю. Я сейчас ее разорву на всякий случай. Посмотрю, что там внутри. О, какие-то кишки. Ой, мамочка. Как это невкусно. Ой, все, ребят, я-то не могу есть. Так, дальше поехали. Ну, кузнечики, мне кажется, это вообще все очень... Элементарно и просто. То есть, я не знаю, давайте вот с ноги начнем. Ну, обычная лапка. Я лучше оторву ей все эти лапки и попробую, что у нее внутри. Не знаю. Ужас. Невкус. Вот это какой-то жук летучий. Смотрите. Пробовали такое? Крылья я сразу оторву. Я думаю, что они точно не съедобные. А внутри... Не знаю, мне кажется, все высохло. И там, по сути, есть нечего. Только одни вот эти вот сухари, тельца этих пауков. Блин. Вот еще какой-то очень большой жук, черный, какой-то непонятный вообще. Ну, ладно. Давайте я его... Ой, смотрите, у него крылья как раз это раскрываются. Блин, запить бы чем-нибудь теперь. Надо было точно чан брать. Ребят, слушайте. Я вообще выживу. Нет после этого. У него внутри какая-то черная херня. Ради вас. Только не поставьте мне лайки. Ой, ну, ребят, это ужас какой-то. Я вам серьезно говорю. Вот еще один огромный кузнечик. Надо его тоже попробовать, правильно? Я не знаю, что пробовать-то. Господи. Фу, тухлятиной воняет, невкусный. Краб. Крабик маленький. Вот такой вот крабик. Ну, я думаю... Ой, ребят, извините, пожалуйста. Ну, я не могу. У меня во рту какая-то гадость просто. Это какой-то ужас. В крабике прям мяско. Чуть-чуть совсем, потому что крабик такой маленький. Но я прям чувствую, что... Очень вкусное мясо. По сути, я все попробовал. Смотрите. Вот эти, вот эти. Вот это тоже попробовал. Конечно, я не могу оставить себя без десерта. И попробовать какой-то десерт. Я очень часто замечаю и на рынках, и на фестивалях вот такого плана десерт. Это какая-то из теста лепешечка. Блинчик такой поджаренный. Это крем какой-то белый. И вот начинка. Я не знаю, из чего вот эти начинки. Желтая и оранжевая. Но я думаю, что это вкусно. 30 бат стоит 5 штук. Может быть, я сейчас попробую одну купить или опять нарваться на тесте. Да, договорился я за 5 бат одну взять, попробовать. Ну и вот такой вот десертик меня ждет напоследок, чтобы заглушить все эти вкусы. Весь фейерверк вкусов, который я сегодня получил, нужно закусить. Это все небольшой сладостью. Очень вкусно. Безе, видимо. Из яйца сделано вот это белое. Потому что я вкусу и чувствую... Блин. Чувствую вкус безе. Друзья, ну а я заканчиваю свой гастрономический тур по фестивалю уличной еды здесь в Таиланде, в Паттайе. И думаю, что где бы я не был, в какой стране, нужно обязательно пробовать что-то новое. Не бояться и быть открытым этому. Для тайцев вся эта еда и весь этот фестиваль это стандартные блюда. Такие же, как для нас борщ, пельмешки или салатик оливье. Что вы считаете по этому поводу, напишите мне в комментариях. Друзья, ну и спасибо, что присоединились ко мне, посмотрели это видео. Увидимся с вами уже совсем скоро.